Сегодня в Пятигорске состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента России в СКФО. В нем принял участие глава Ингушетии. Одним из основных вопросов повестки дня стало погашение задолженности по заработной плате в СКФО. На 1 октября текущего года задолженность составляет 356 миллионов 600 тысяч рублей. Беловинцев подчеркнул, что в вопросе контроля за погашением этих долгов не должно быть формализации. Первым в печальном рейтинге должников стоит Ставропольский край, затем Дагестан и РСО Алания. В этом году в округе было проведено 6915 проверок, в ходе которых выявили более 6000 нарушений трудового законодательства. Из них свыше 3000 в сфере оплаты труда. В качестве опыта для своих коллег мы у себя в республике не позволяем строить застройщикам, пока эта проститура не пройдет через правительство. То есть мы как раз выявляем его возможности, потому что в большинстве то, что мы увидели, это когда человеку, у которого за душой ничего нет, просто собирает группу лиц, берет землю и собирает у них деньги и на эти деньги начинает строить поэтапно. Мы делаем так, что мы видим историю человека, это одно. Второе, или же второй вопрос, когда без всяких дольщиков человек строит и на четвертом этапе только тогда мы разрешаем дольщикам участвовать в этой схеме, когда у нас нет уже рисков или минимальных рисков, что человек потеряет. И третье, это жесткий договор, юридически оформленный, когда мы, власть имеет право, город, городские, муниципальные власти имеют право отобрать и изъять уже на том уровне, когда человек не выполняет уже после третьего предупреждения условия договора. Вот как бы такие схемы, мы вынуждены были пойти на это, чтобы не допускать вот этих обманов людей. Ровно об этом я и говорю. Там, где руководитель хочет добиться, он ищет пути и все решает. А там, где не хочет, он специально создает эту систему, чтобы с десятью тысячами пришел, выделили землю, собрал деньги и потом там сразу решается и коррупционная составляющая от гречи. Там, где хочет человек, руководитель, решить задачу, он решает. В Ингушетии по факту у нас нет обманутых дольщиков. По факту нет обманутых дольщиков в Ингушетии. О чем я говорю? Об этом как раз и речь идет. Поэтому надо всем опыт Юнзберг Матгревича взять на вооружение и притворить жизнь в субъекте своей ответственности.